Итак, какие у нас учебники сегодня? Генгель «Христианская педагогика» Кеннет Генгель, Хавард Хендрикс. Замечательные учителя, преподаватели Далласской семинарии, и этот их учебник до сих пор широко используется во многих семинариях мира. Да, богатейшие учителя, и они настолько мудры, что ухитрились в богатейший материал вложить такую коротенькую книжечку, не очень толстую. Это тоже талант. Итак, такие книжки есть у всех, да? Хорошо. Дальше. Генгель и Бенсон. История философии христианского образования. Генгель – это тот же самый из Далласка, Бенсон – это, кажется, уже из Тринити. И здесь эту книжку мы не будем слишком плотно изучать, и она такая более легкого чтения, но она дает общее представление истории, философии христианского образования, и мы начинаем видеть христианское образование в широте, в контексте, в развитии, и, надеюсь, учимся на уроках тех, которые были до нас. И третья обязательная книжка – это Рик Йонт или Уоррен, ну, его зовут все Рик, он представляется как Рик. «Созданы, чтобы учиться». Он ныне здравствует, надеюсь, в Даллас-Форт-Ворф, в самой крупной семинарии мира, Южно-Баптистской семинарии, преподает христианскую педагогику. А здесь он собрал не столь и педагогику, и психологию, многих светских психологов собрал, проанализировал, и мы с вами подчеркнем здесь очень много интересного в этой книжке. Слава Богу, что все эти три книжки переведены на русский язык, и здесь мы много можем взять. Эти книжки вы можете брать с собой и домой, вы их взяли уже, надеюсь, и также, чтобы они с вами были. Работайте с книжками, открывайте книжки. Знаете, чем дорогая книга, которую ты уже прочитал? Она намного ценнее, чем та, хорошая, которую не прочитал. Мы же ее знаем, мы знаем, мы предполагаем, где и там что было, мы готовы ей пользоваться. И чаще всего те преподаватели, которые учились по книжкам определенным, эти же книжки потом рекомендуют и детям, и другим остальным учащимся, потому что они их знают. Это гораздо большая ценность. Книжка, которую знаешь. Поэтому не закрывайте их, держите их открытыми. И чаще, к сожалению, мы не можем подчеркивать, это библиотечные книжки. Но старайтесь для себя как-то хоть закладочки ложить, там, где что-то вам понравилось, что-то интересное. И обсуждайте их. Хватает у вас силы, времени, энергии в семье, с супругами, с детками, в общении. Чем больше вы будете обсуждать любую полученную информацию, тем лучше она будет закрепляться в вашей памяти. Обсуждайте, обсуждайте, обсуждайте и обсуждайте. Тогда она будет закрепляться. Так же и со своими учениками тоже. Обсуждайте, обсуждайте и обсуждайте. Как можно больше. Итак, рекомендуемые учебники. Здесь целая куча. Сластенин, первая и вторая часть. Это светские учебники. К сожалению, у нас в советское время церковь была отделена от государства, и некоторые, и многие христиане считали, что нам нечему учиться. У государства все не так. Нам есть чему поучиться. В российской педагогике, когда я учился за границей, западные педагоги очень много интересовались нашей педагогикой. И видели сильные стороны и слабые стороны. Отличие было в том, что там при той свободе одновременно развивалось 4, 5, 6, 7 различных педагогических систем и педагогических подходов. У них были свои сильные стороны, свои слабые стороны. Люди, педагоги увлекались одним направлением, потом говорили, что здесь все так. Вот этим направлением метались, делали ошибки. Ученики, которые там были, часто были подопытными кроликами. Кто удачно проучился в школе и дальше получил хороший старт, кто не очень. Но было много найдено новых интересных вещей. В Советском Союзе была одна педагогическая система. И педагогическая мысль советская была довольно богатая. Она была основана на богатейшей педагогической мысли российской. Но она была такая централизованная. Поэтому она была универсальная для всех. Человек, учившийся на Чукотке, должен был знать примерно то же самое, что и в Москве, что и в Калининграде. И поступать в те же учебные заведения. Это была ценнейшая общая платформа. С другой стороны, представьте себе, вы творческий учитель, у вас глаза горят. Вы что-то новое находите, вы хотите что-то новое внедрить. А вам говорят, уже вся программа занята, мы не можем перегружать детей. У нас уже вот это все встроенное. И с большим трудом новым педагогам удавалось какие-то новые идеи внедрить в систему. Но уж если они внедрялись, они были тысячу раз проверены, тысячу раз испробованы и допущены. То есть это была хорошо выстроенная система. Чем она отличалась от западной? Она давала огромное количество информации. И я встречал выпускников наших вузов в самолете когда-то летел с инженером авиационной компании. О, российские инженеры, о, бауманские, о, МВТУ. О, какие у вас хорошие знания, богатые знания, как они хорошо работают, быстро продвигаются. Знания давали. Аналитическое мышление, синтетическое мышление было хорошо развито. Но советская школа не учила критическому мышлению. Потому что не надо было, чтобы критиковали. Есть кому покритиковать. Все знают, как оно должно быть. Поэтому критическое мышление не было развито. Оно нужно нам. Мы с вами вспоминаем критическое мышление, как сразу критикуют и по носу бьют. Нет, это не то. Подойти со свободным подходом, посмотреть, что положительное, что отрицательное. Обязательно кричать и критиковать. Но вот такое самостоятельное мышление критическое, которое видит положительную сторону, видит отрицательную, может сравнивать одно с другим. А оно развивается. И когда-то я спросил девочку, дочеку нашего знакомого миссионера, чему вас учат, какие цели, задачи второй класс. Критическое мышление, говорит. Думаю, ну ничего себе. Во втором классе их начинают учить критическому мышлению. Хорошо это или плохо? Я думаю, что хорошо. Они учатся благородно, правильно, красиво, самостоятельно развивать свою точку зрения. И тогда они могут и дальше жить. Им для того, чтобы добиться своей точки зрения, не надо будет кричать, как у нас. Если уж, или подчиняемся, или кричим. Они могут аргументированно, спокойно донести свою точку зрения. И это очень хорошо. Надеюсь, что у нас с вами, и у каждого из вас будет развито это критическое мышление. Вы будете видеть сильные стороны, слабые стороны того или другого подхода, вашего подхода. И вырабатывать свой индивидуальный подход к образованию. Вы можете посмотреть и на образование, которое у вас есть в церкви. Критически. Критически не значит, что надо накричать на пастора. Просто посмотреть, что можно сделать. Как можно из этого развить шаг за шагом и перевести вот к этому. Как можно улучшить из того, что есть. А не так, как вот начинающий хирург, девушка на четвертом, пятом курсе делает операцию по удалению аппендекса. Нож, зажим, тампон, скальпель. Ничего не получается. Так не надо. Надо творчески. И надо созидать, а не разрушать. Мы наш, мы новый мир построим до основания, а затем... Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был не кем, тот станет всем. Это не наш подход. Наш подход созидания, строительства, укрепления и развития. Не оставаться на одном и том же месте. Один и тот же подход, как я заметил в своей жизни, бывает очень эффективным. Пять лет назад, через пять лет он уже не работает. Так же подход и в образовании. Люди меняются. Дети меняются. Атмосфера меняется. Страна меняется. Поэтому мы должны быть развиты и учиться всему новому. Как-то просматривая журнал Christianity Today, «Христианство сегодня», увидел рекламную заставку одной из семинарий. Хорошая семинария. И говорит, там написано, что мы вам дадим образование, которое будет достаточно на 10 лет служения. 10 лет? Всего-то? Человек потратит 4 года обучения, чтобы потом всего лишь 10 лет он мог служить в церкви, служителям. Меня тогда это сильно удивило, мягко говоря. А потом я подумал, да и правда. Конечно, есть абсолютная истина. Христос, спасение, троица, благодать. Мы это воспринимаем. И оно и через 10 лет будет тем же самым. Но есть методы и подходы, есть понимания, которые изменяются очень быстро и сильно изменяются. И поэтому нам надо учиться. И учиться постоянно. Век живи, век учись. Замечательная российская пословица. Поэтому мы будем век жить, даст Бог, и век учиться. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com Итак, какие есть вопросы до сих пор? Или какие-нибудь комментарии, какие-нибудь мысли? Есть что-нибудь интересненькое? А то я такой монолог мощный произнес. Хотя сам сказал, что будем меньше говорить и больше слушать. Я просто старался вас как-нибудь так вот подогреть, разогреть, расшевелить, чтобы вы могли что-то сказать интересное. Нечего? Все понятно? Так. Понятно, это понятно. А согласны ли? Точно? Я предполагаю, что те, которые пришли сюда просто поучиться, думают, ну ничего себе. Ну, догрузил. Оказывается, это все не просто так. Небольшая запресса. А? Небольшая запресса. Ну, хорошо. Не пожалеете, я думаю, не пожалеете. Немножко упретесь в течение этой недели, но не пожалеете. Оно вам поможет всю жизнь потом дальше. В ваших группах, которые вы будете проводить. Я надеюсь, что все вы захотите проводить группы. Так или иначе, оно будет врываться и искать применение в той христианской жизни, которая у вас есть. Значит, основа педагогики. Эти книжки есть в библиотеке, но их немного. Сейчас у вас, скорее всего, не будет времени их посмотреть. Но потом, надеюсь, что вы посмотрите и заинтересуетесь. Есть интересные вещи. Здесь Кукушкин, Сластенин. Каджаспиро есть достаточно для всех. Такая коротенькая книжечка, которая вот эти вещи в общем, в целом, в более узкой форме выдает. Но как-то уж очень казенный язык мне оказался. Тяжелый такой язык официальный. И есть еще вот эта педагогика, Сластенин. Тоже много есть интересного. Вы знаете, то, что мы прочитаем в учебниках западных авторов, это очень интересно. Но это еще не все. Многое, которое показывает динамику у нас, написано вот в этих учебниках наших российских авторов. И мы тогда лучше будем знать себя и лучше знать, как применять. Просто слепо применять западные модели, западные формы на нашей земле, это будет неэффективно и неправильно. Ну, теорию Маркса применяли. Много еще чего мы поприменяем, наверное. Но все-таки надо вырабатывать свое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok